ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, мама мне дала пирожки Включите электрический чайник Да, я вам оставлю мои бутерброды, я совсем позабыла их съесть Спасибо, Марья Петровна Только вы не усните, Катюш Что вы, на дежурстве? Разве можно? Если с вами случится что-нибудь необыкновенное, звоните мне по телефону Хорошо, Марья Петровна, я с вами выйду На всякий случай закрою входную дверь В шорохе мышинам в скрипе половиц Капитан Тартарин, что вы поете? Нашу песенку Вам что, не нравится мое пение? Вы совершенно одичали на вашем острове, капитан Рубинзон Вы разочились ценить музыкальное искусство А вот княжна Мэри слушает с восторгом А капитанская дочка даже улыбается мне с третьей полки Вот она В шорохе мышинам в скрипе пол Капитан Гуренвер, как вы смеетесь зажимать мне рот? Костопочтенный Тартарин, вы сошли с ума Сейчас вернется Катюша, положение отчаянное Надо что-нибудь предпринять, капитан Иначе наша встреча под угрузом Уважаемые джентльмены Может быть мы воспользуемся сонным питьем, которым меня опоили лилипуты? А, это безвредно, Катюша не захворает? Нет, я себя после этого великолепно чувствовал Сейчас я выкачу дюжину бочек сонного зелья Дюжину бочек? Уж не собирается вы утопите ее Спокойствие, достопочтенный Катарас Это же бочонки лилипутов, они крошечные Так, капитан Мэмо, открывайте бочки Капитан Тартарин, поднимите крышку чайника Да Лейте сонное зелье Так, так, так Тишимся и медам Спрячемся за карту полушарий Спрячемся А, хорошо, вот и чайник вскипел Сейчас попьем чайку Деду столь лет он было Горбат он стар и сел Внучка за ним ходила Ей было двенадцать лет И были у них обоих Ровесники и друзья Старые книги Кто их не любит Люблю и я Старые милые книги А разве Готово, юные леди спит крепким сном В шторахе мыши нам Скрип и половинц Медленно и чинно Сходим со страниц Шелестят кафтаны Чей-то месть звенит Сервы-капитаны Каждый знаменит Сервы-капитаны Каждый знаменит Нет на свете талии Нет таких поверь Где бы не видали Наших кораблей Мы полны от ваги Презираем лесть Обнажаем шлаги За любовь и честь За любовь и честь Месье и медам Я вижу восторг на ваших лицах Конечно, когда знаменитый Тартарен из Тараскона Держит в своих руках председательский молоточек Это вполне естественно Начнем встречу клуба охотников за фуражками Пардон, пардон Клуба знаменитых капитанов Да, да, да Сегодня, наконец, ваша вахта на капитанском мостике, дорогой Тартарен Я давно хотел узнать, дорогой капитан Тартарен Историю вашего появления на свете А, пожалуйста, пожалуйста Ох, это интересует всех Однажды мой друг аптекарь Бизюке Спросил меня Друг Тартарен Расскажи нам свою биографию Моя биография у всех на виду Так я ему ответил Я знаю любой тарасконец Больше того, всякий француз Но что я буду скромничать Она известна каждому читателю старого и нового света На этот Бизюке Ехидное вести С хитрой улыбочкой он сказал Многие утверждают, что Тартарена не существует Что его выдумал писатель Альфонс Додей И он не успокоился на этом Негодник Бизюке Он стал распространять свою кривиту Между добрыми тарасконцами Он выписал из Парижа Множество экземпляров книги Додей Таким образом, мне пришлось Чтобы не ронять своего авторитета Прочесть ее Боже мой, боже мой, какой ужас Этот Альфонс Додей Не только описал все мои приключения В карикатурном виде Но и посмеялся над всем городом тарасконом Я расперепел Не прошло и месяца, как я решился Послать ему короткое на страшное письмо Трепещи, у старого льва Есть клюв и когти Лев с клювом? Ого, это должно было испугать Ого, тогда я решился отправиться в Париж Чтобы свести счеты с обидчиком один на один О, предстоял страшный бой Я это знал Поэтому решил к нему приготовиться В левую руку я взял кистень С железными шипами В правую трусть Со скрытым в ней клинком В левый карман кастет В правый револьвер На груди между сюртуком и фуфайкой Я спрятал малайский нож Но я не взял с собой отравленных стрел Это слишком бесчестное оружие И вот, наконец, я в Париже В квартале Морре На улице Павей Если вам угодно узнать Против дома номер 24 Признаюсь, я трепетал От какого-то странного чувства Но когда из своего кабинета Ко мне в гостиную Вышел представитель Альфонс Додей Я успокоился И гнев мой утих Я не мог сердиться на этого человека С лицом южанина С блестящими черными глазами И длинными шелковистыми волосами И бородой Я ваш земляк, дорогой Тартарен Сказал Додей С сильным провансальским акцентом Я родился в Ниме В каких-нибудь 20 километрах от Тараскона Только немного моложе вас Должен вам сказать, дорогой Тартарен Что моя страсть путешествия В моей библиотеке Наряду с великими писателями Стоят бесконечные томы Рассказов о путешествиях И приключениях Когда мне было всего лишь 21 год Я сам совершил путешествие В Северную Африку Наблюдая чужую жизнь Под южным солнцем Я невольно вспомнил солнце Прованса Я представил одного из моих соотечественников И земляков Путешествующим по Африке И рассказывающего потом своим друзьям Где-нибудь в Ниме или Тарасконе О путешествиях и приключениях в чужих странах Быть может, я немного преувеличивал Но в этом виновата солнце юга Самый злой обманщик Пора объясниться, мой друг Тартарен Пора объясниться раз навсегда Относительно репутации лгунов Которая с легкой руки северян Утвердилась за южанами На юге нет лгунов Ни в Марселе, ни в Ниме, ни в Тулузе, ни в Тарасконе Южанин не лжет Он только заблуждается Он не всегда говорит правду Но он сам верит тому, что говорит Его ложь это не ложь, а что-то вроде миража Прекратите! Я как бояться правду просто возмущен По-вашему, ложь это не ложь, а нечто вроде миража Да успокойтесь, барон Да нет, меня просто трясет от негодования Капитаны, среди нас затесался лгун Что это? Он такой же капитан, как его верблюд Барон Мюнхгаузен Если я пощадил Альфонса Доде То это вовсе не означает, что я буду щадить всякого Кто посмеет меня оскорблять Барон слишком резко поставил вопрос Несомненно, Тартарен из Тараскона знаменитый путешественник Но его морские путешествия мне лично неизвестны Ребенок! Я начал свои плавания в Средиземном море На борту корабля Зуав в качестве почетного пассажира После этого никто уже не видал в Средиземном море пиратов Достопочтенный Тартарен А до этого их кто-нибудь видел? Ах, вы! Дети, дети! Под моим флагом плавал в Индийском океане парусный брик Фарандола Водоизмещение в 1200 тонн Это раз! Пароход Люцифер с двумя трубами Это два! Правда, он сломался! Его тащил на буксире Фарандола Это три! Мой флагманский корабль Чу-чу-пам-пам! Это четыре! Целая эскадра! Я даже не упоминаю моё возвращение в Европу На борту английского крейсера Томагауфа Это пять, шесть, семь, двусь! Позвольте, позвольте! Ну, куда же держала путь ваша эскадра, капитан Тартарен? Как куда? В порт Роскон, месье и медам! Я губернатор этого острова! Ах, Тартарен! И остров вашей губернаторства, и эскадра, это сплошное... Держите меня, капитаны! Нет, лучше вы свяжите меня, а то я за себя не ручаюсь Я ручаюсь, что вы всё это выдумали Да, действительно, капитаны Во время моих бесконечных скитаний на Наутилусе Я не встречал такого острова Спасибо, мадам! На моём острове райский климат Прекрасное орошение Восхитительные фрукты на всех деревьях Белеговой телеграф Паровые краны, ну, словом, ни в чём нет недостатка Когда же можно осмотреть этот остров? Корабль Тю-тю-пам-пам К вашим услугам, капитаны Прошу проследовать за мной На странице последних приключений славного Тартарена Роман Порто Роскон Страница 276 Вперёд Тю-тю-пам-пам Вперёд Спорт Роскон Достопочтенные джентльмены Где мы сейчас плывём? Мы проходим мимо Гвинейских островов Вблизи Пальмового мыса Смотрите за борт Это место легко узнать по цвету моря Вода здесь совсем белая, как молоко Кажется, будто корабль плывёт по молочному морю Действительно, море здесь похоже на белый суп из чеснока В чём дело у семенов? Дело в том, что множество мельчайших животных белого цвета Плавает в этом месте по морю Превращает естественный цвет морской воды в молочный Вообще, чаще всего цвет моря меняется под влиянием водорослей И микроскопических морских животных, обитающих в море Конечно, капитаны, помните Когда мы путешествовали на Маутилусе в Красном море Возле борта плескались красные волны И капитан Мэмо нам тогда доказал Что масса ярко-красных морских растений Окрашивает своим цветом воду Вы согласны, капитан Готорас? Разумеется Я могу подтвердить, что огромное количество медуз Окрашивают арктические моря в тёмно-зелёный цвет Знаете, давненько я не слыхал таких небылиц Да каждый ребёнок знает, что морская вода, налитая в стакан, так же бесцветна, как и речная Но неужели вы будете это отрицать, Мэмо? Не забираюсь, дорогой барон, но с одной оговоркой Чистая морская вода только в небольших количествах кажется бесцветной А на самом деле она имеет собственный синий цвет Однажды я был в Неаполитанском заливе Средиземного моря Недалеко от острова Капри есть знаменитый голубой грот В нём всё, стены, вода и, кажется, самый воздух Блестит и сияет чудесным темно-голубым светом Если опустить в воду руку, то и она тоже станет тёмно-голубой Да, ну чёрт возьми, от чего же зависит синий цвет морской воды? Он зависит от солей, растворённых в воде Позвольте, Мэмо, но море всюду солёное Значит, оно всюду и должно быть примерно одинакового цвета Однако это не так, мы знаем Чёрное море, Белое море, Красное море Капитан Тартарен прав Если из Неаполитанского залива мы перенесёмся в Северное море То заметим, что цветом оно совсем не похоже на Средиземное Северное море зеленоватое Это происходит отчасти потому, что вода в нём не так чиста, как в Средиземном Кроме того, при его сравнительно небольшой глубине Лучи солнечного цвета отражаются от жёлтого морского дна Жёлтый цвет в соединении с синим даёт зелёный Любой школьник может сделать проверку, смешав эти две краски А вы знаете, капитаны, что у берегов Африки, в заливе Луанго Море всегда кроваво-красного цвета Там почва на дне тёмно-красная Да, а Чёрное море почему на чёрный? Ведь цвет воды в нём синий Это летом, достопочтенный Тартарен А зимой картина меняется В зимние месяцы Чёрное море редко бывает спокойным Вода бурлит и клокочет, словно в котле Она плохо пропускает тогда лучи света И поэтому темнеет И на то становится даже чёрной Вода Белого моря тоже сама по себе синяя Но над Белым морем небо по большей частью покрыто облаками Облака отражаются в море И оно кажется белесоватым Как видите, краска моря зависит от многих причин И цвет его бывает весьма различен Если вас спросят, что за цвет у моря Не отвечайте, пока не узнаете, о каком море идёт речь В какой его части и в какое время года Меня очень интересует, капитаны Какой меридиан мы сейчас пересекли О, за всеми справками о меридианах Прошу обращаться только ко мне Дни и ночи в любую погоду я отвечаю на всевозможные запросы по этому поводу А одно международное географическое общество После того, как я переслал им исчерпывающий ответ Тут же закрылся Может быть, достопочтенный барон Минхаузен Ознакомит нас со своими открытиями в этой области Да-да-да, месье барон, в атаку! Прошлым летом я был проездом в Швейцарии В старинной её столице Ливорно Несколько километров отделяли меня от англо-швейцарской границы В Лондоне меня ждали друзья Но поезд в Англию ожидался только утром следующего дня Я скучал в гостинице, когда мой взгляд Упал на видневшуюся в отдалении Белоснежную вершину Гаври-Занкара На величайшую вершину Альпийского хребта Но чтобы скоротать вынужденный досуг Я решил взобраться на эту гору Последнюю из крупных гор нашей планеты На которую я ещё не взбирался Да, кстати, капитаны Напоминаю вам, что высота Гаври-Занкара 14 722 метра и 45 сантиметров Да, 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 да Ну так вот, захватив с собой свой чемодан Отправляюсь в поход Через два часа с минутами я уже на вершине Усталый, как чёрт и порядком похудевший Но о ночёвке на горе не могло быть и речи Поезд отходил в 4 часа утра А в 7 часов утра в лондонском Альпийском клубе Было назначено общее собрание Для утверждения меня почётным членом клуба Решаю немедленно спускаться И вот уже заношу ногу над пропастью И вдруг Из-за ближайшего дерева Рыча выбегает крупный горный медведь Что делать? Оружия нет Альпеншток я в спешке забыл внизу в гостинице Начинаю бегать вокруг дерева, как затравленная мышь Медведь, конечно, за мной Чемодан я не выпускаю и звук В нём моя фрачная пара, без которой меня никто не впустит в клуб Меня уже покидали последние силы Когда я неожиданно споткнулся А что-то торчащее из-под снега Рассматриваю Ба-а-а! Да ведь это земной меридиан Проходящий через вершину Гавризанкара О-о-о-о-о-о-о! Ну, теперь я спасён Лихорадочно раскапываю снег Поднатуживаюсь Приподнимаю меридиан Пружинищий, как тетива Огромного лука И как раз в тот момент, когда ко мне, оскалив пасть Подбегает разъярённый медведь Опускаю на него меридиан Который прихлопывает моего преследователя Как мышеловка крысу А-а-а-а! О-о-о! Ну, теперь можно спокойно спускаться Но уже стемнело О-о-о! Я могу провалиться в любую третину Обрушиться в пропасть Тогда я, держа чемодан в зубах Обеими руками хватаюсь за спасительный меридиан И спускаюсь по нему вниз Как по канату Да-да-да, это был длительный И очень тяжёлый спуск И, кто знает, выдержал ли бы я его Если бы через правильные промежутки Меридиан не пересекался Земными параллелями Вот на параллелях-то я Отдыхал несколько минут И снова пускался в путь Хорошо, что я заранее рассчитался с гостиницей Спустившись с Гаури из Анкара Я еле успел добежать до поезда А через час Я уже пересекал на нём Англо-швейцарскую границу Километрах восьми Северней того места Ну, где Рейн Впадает в Ирландское море Простите, уважаемый барон Но в ваш рассказ Сегодня вкралась одна маленькая неточность Дело в том, что Рейн действительно протекает по Швейцарии Но впадает не в Ирландское, а в Северное море Да, примите мои извинения, барон Мюнгаузен Но сегодня я заметил в вашем рассказе ещё две небольшие ошибочки Чтобы попасть из Швейцарии в Англию Надо по суше проехать через Францию И на пароходе пересечь Ла-Манш Затем меридианы и параллели Это воображаемые линии И спускаться по ним из гор Более чем затруднительно Не сердитесь на меня, дорогой барон Но я обнаружил сегодня в вашем рассказе Ещё три нелепости Уверяю вас, что гор высотой в 14 километров Вообще не существует Затем высочайшая вершина Альп Монблан Имеет высоту всего 4810 метров Наконец, упомянутый вами Гауризанкар Это вершина в Гималаях Высотой в 7144 метра Мне тоже очень неловко, барон Но я сегодня тоже в вашей истории Установил ещё четыре отклонения от истины Не могу кривить душой Столица Швейцарии, город Берн Ливорна это город в Италии Медведей на вершинах высочайших гор не бывает Им туда невозможно, да и не с чем забираться Наконец, подняться на высоту 14 километров за два часа Мог только барон Мюнгаузен Ах, как вам везёт, Робинзон Вы пользуетесь тем, что мы в открытом море И поблизости нет ни одной горы А то бы я вас втащил на любую вершину Даже за полтора часа Земля! Господин губернатор, перед нами остров Порт-Тараскон Отдать салют? Бейте сбор! Снарядите большую шлюпку Капитан Робинзон, садитесь за руль Весь за руль Ну так, спускайтесь Руку, руку, руку Так, хорошо, садитесь, садитесь Берите весла А мне-то дайте руку, пожалуйста Вот сюда присядь Ас! Ас! Да, странно Почему нас никто не встречает? Друзья мои А где доки Набережная Пристань Я вижу только ревматическую зелень И узкую песчаную отмень Странно, куда же все девалось? Причалим здесь У этой коряги Достопочтенный господин губернатор Разрешите я вам помогу Сойти на берег Пожалуйста, дайте вашу руку Пожалуйста Что это за шутки? Тартаран Ну смотрите, какой дождь Я сразу промок до нитки Я не понимаю ваших претензий, барон Остров славится прекрасным орошением Я вижу какой-то блокгауз Мы не можем там укрыться от дождя Это не блокгауз Это мой губернаторский дворец Забирайте все припасы и ружья Скорей за мной Скорей, скорей, скорей Ах! Фу! Ну что это? Такое значит, губернатор Мы попали в период дожди Придется переждать Не долго здесь идет дождь? Нет, обычно месяцев десять Хорошо, если это десятый месяц, капитаны А вдруг? Первый Ой, безобразие! Куда это вы нас заманите? А что это безобразие? Я властью губернатора призываю население к спокойствию Мы будем здесь продолжать заседание клуба знаменитых капитанов В любом месте, в любую погоду будем соблюдать традиции нашего клуба Слушайте песню председателя Спросите обо мне у львов царей пустыни дикой И скажут ли вы без лишних слов, что я стрелок великой Но на шакалов и гиен не трачу я патрона Друзья, пред вами Тартарен, любимец Тараскона Зверей грозили мне клыки, на Альпы я взбирался Меня глотали летники, но я живым остался Мой домик там, средь белых стен, где тихо плещет рона Вам скажет всякий Тартарен, любимец Тараскона О том, что я весьма неглуп, известно всем на свете Люблю, друзья, чесночный суп и знаю, толк в паштете Нашу гамаши до колен, на дам гляжу влюбленно Я Тартарен, я Тартарен, любимец Тараскона Браво, браво, браво Песня хороша, но остров, дорогой губернатор, оставляет желать много лучшего Уж я-то понимаю толк в необитаемых островах То есть как необитаемые? Громадное население Туземцы, колонисты, наконец, птицы, летучие мыши Я уже не говорю о моллюсках А вас всех я сейчас произведу в сановнике первого класса Все это очень мило, капитан, но меня беспокоят здешние туземцы Все дело, достопочтенные джентльмены, заключается в подходе к этим людям Это прекрасно доказал знаменитый русский путешественник Миклуха Маклай На берегу Новой Гвинеи есть берег Маклая Я бы очень хотел послушать о его экспедиции Капитан Гулливер, расскажите сановникам первого класса об этом путешественнике Молодой человек с высоким лбом и густыми вьющимися темными волосами С большим трудом старался скрыть свое волнение Когда утром 19 сентября 1871 года Русский корвет Витязь приблизился к берегам Новой Гвинеи Зоолог Николай Николаевич Миклуха Маклай Стремился именно сюда Здесь его высадили на берег А через год должны были вернуться за ним Если только он останется жив среди дикарей-людоедов Предприятие опасное, но он был смел и полон решимости Матросы поставили ему хижину И через неделю корвет снялся с якоря Маклай с двумя помощниками остался среди враждебных и недоверчиво настроенных дикарей Но вскоре Маклай подружился с туземцами Они увидели, что белый человек не собирается обижать их Маклай никогда не лгал папуасам И фраза «балал Маклай худи» Слово Маклая одно Скоро стало у них поговоркой В глазах туземцев он вообще был человеком необыкновенным Он мог убивать диких зверей какой-то палкой Туземцы впервые видели ружье Добывал огонь из спичек Лечил болезни Когда начались тропические ливни К нему пришли просить «Маклая, сделай, чтобы дождь кончился» «Не могу», — отвечал он «Может, но не хочет», — заключили папуасы Однажды туземцы вздумали начать войну с жителями соседней деревни Маклай решил вмешаться Он пришел на совет и сказал «Маклай говорит, войны не будет И если вы отправитесь в поход Со всеми вами случится несчастье Что же случится?» — спросили они «Сами увидите», — уклончиво ответил Маклай «Не произойдет ли землетрясение?» «Может быть», — сказал он и ушел Этот ответ еще более усилил их страх И они отказались от мысли начинать войну Прошло несколько дней Придя в деревню Маклай заметил возле одной из хижин Группу туземцев, оживленно о чем-то споривших Потому как они смутились и замолчали при его приближении Он понял, что речь шла именно о нем Скоро один из них, широкоплечий Саул Набравшись храбрости, приступил к Маклаю с вопросом «Скажи, Маклая, можешь ли ты умереть?» «Быть мертвым, как Бангу, Богати, Били-Били» Видимо, разговор шел именно об этом Сказать «да» нельзя Надо поддерживать их веру во всемогущество, Маклая Сказать «нет» — значит солгать Если я умру от какой-нибудь случайности А потом на берег приедут другие русские Их будут заранее считать лгунами Эти мысли быстро пронеслись в голове Маклая Маклай взял самое тяжелое и острое копье И протянул его Саулу «Попробуй, может ли умереть Маклая» Саул взял копье Его глаза встретили твердый взгляд Маклая Прошла секунда И вдруг Несколько туземцев бросилось к Маклаю Чтобы заслонить его своими телами Саул, не выдержав взгляда Маклая Опустил копье Растерянно бармача «Нет, нет, не надо» Когда спустя год корабль пришел за Маклаем Попуасы не хотели отпускать его Так они полюбили этого смелого человека Но он обещал им вернуться И сдержал свое обещание Дважды он возвращался на берег Названный его именем С тех пор прошло более 60 лет Но и теперь еще Среди туземцев берега Маклая Живут рассказы О славном русском путешественнике И в их речи То и дело Неожиданно встречаются Русские слова Да, капитаны Это была выдающаяся экспедиция Миклуха Маклай Собрал большие научные коллекции И сделал много интересных наблюдений Над бытом и нравами папуасов Он доказал Что папуасы вовсе не низшая раса Что эти дикари Ни умом, ни моральными качествами Ничем не отличаются от белых европейцев Все дело только в степени Культурного развития Но это было давно В прошлом веке Какие же могут быть дикари В середине 20 века А известно ли вам Что в 1938 году Было открыто Целое племя папуасов О существовании Которого не слыхал Ни один белый человек Я впервые об этом слышу Капитан Немо Сейчас я вам сообщу все подробности В долине реки Балим В центре голландской Новой Двинеи Живет племя В несколько десятков тысяч человек Эти люди прекрасные земледельцы Домашние животные У них свиньи и собаки Собаки папуасов маленькие Неповоротливые Страшно глупые Лают не умеют И их держат только ради мяса Папуасы реки Балим В качестве оружия Пользуются каменными топорами С которыми никогда не расстаются Есть у них также луки и копья Столкновенная между соплеменниками Разрешается своеобразной дуэлью на луках Причем дуэлянтам Разрешается стрелять только в ноги В долине реки Балим Папуасы приветствуют друг друга Так же как и в Европе Пожатием руки Откровенно говоря Я был одно время Главным колдуном этого племени И что удивительного в том Что здешние папуасы Усвоили хорошие манеры Мы все спутали барон Это племя открыто в Новой Гвинеи А мы находимся на одном из островов Полинезии Клюз с моржами Мне очень интересно Поподробнее узнать об этих островах Сановник первого класса Робизон Круза Поясните Охотно капитаны В тропических широтах Среди беспредельных просторов Тихого океана К востоку от Австралии Разбросаны многочисленные острова Отделенные друг от друга Сотнями тысячами километров обширных морей Это Полинезия Часть этих островов построена кораллами Но наряду с ними из глубины океана Поднимаются группы гористых островов Вулканического происхождения Самуа, Таити, Маркизские И самый большой архипелаг Гавайи В Полинезии растут кокосовые саговые пальмы Хлебное дерево, сахарный тростник Животный мир беден Но море обильно рыбой Полинезийцы прекрасные мореходы На своих пирогах под парусами Сплетенными из волокнистых растений Они смело уплывают далеко в океан За морской добычей Я должен добавить, что сейчас в Полинезии Много европейцев, китайцев, японцев Местные племена научились от них возделывать Кофе, рис, хлопок Но как выглядят сами полинезийцы? Достопочтенный джентльмен Бугенвиль Французский путешественник 18 века Сделал такое описание Короткая юбка Или пояс из листьев Украшения из раковин и перьев Смуглые татуированные кожи Черные волосы Толстоватые губы Пропорциональное, но не очень крепкое сложение Вооружение полинезийцев Копья, палицы, стрелы И деревянные мечи Усаженные акульями зубами Среди полинезийцев Встречаются племена свирепых людоедов Знаменитый английский мореплаватель Капитан Джемс Кук В 1776 году Подвергся здесь нападению каннибалов И погиб в схватке с ними Не знаю как в 20 веке Но в 18, как вы видите Капитаны считали крайне небезопасным Встречаться с дикарями Даже если они и хорошие земледельцы Такие же здесь дикари В моем губернаторстве милейшие люди Исключительно культурная публика Что это такое, нестроченный джентльмин, а? Это местное население встречает своего губернатора Все прекрасно, выйдем им навстречу Кстати, дождь прошел Мне не нравится эта музыка Капитаны, захватите на всякий случай ружья Смотрите, сколько туземцев А кто этот размалеванный старик В матросском трико и в синих очках? Это его величество Король не гонка Мой большой друг Внимание, он что-то хочет нам сказать Лейго От радости умру Мой прыгает, как кенгуру Ни разу в жизни у меня Такого не бывало дня Гавайи, бавайи, дожи, да дожи Тащите дрова, точите ножи Тащите дрова и точите ножи Гавайи, бавайи Но, ваше величество Нам, право, неудобно Мы доставили вам столько хлопот Лейго Качай-караврала Мой старый глаз Слеза полна Приятный гость Я вижу там Бей барабан Сточи там-там Сначала, мочала Баней, бараней Зовите сначала Кого пожирней Зовите сначала Кого пожирней Гавайи Гавайи Пожирней? Странный намек Месси, мэдам Лейго Акула и орех Мы белый гостя Кормим всех Наш гость Мы в хижину введем Циновки под ноги кладем Канарим, банарим Блачом, толкачом Одних мы зажарим Других испечем Одних мы зажарим Других испечем Прекрасно Король, видимо, собирается дать банкет В нашу честь Акулы, орехи Великолепно А вы не знаете, капитан Робинзон Что значит Канарим, банарим Канарим, банарим Не знаю Но дальше они пели Зажарим И это мне не понравилось Месье и мэдам Разрешите в день Нашей торжественной встречи Ай 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 Как застрела у вас В звуке, барон Ай 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 Смотрите, смотрите Они окружают нас Скопьями наперевес Капитаны Скорей в блок Гаус Занять места у бойниц Залп в воздух Надо их отогнать Еще залп Еще Надо сделать вылазку И пробиться к шлюпке Ребенок Кто осаждает Мы или они Губернатор прав Они осаждают Пусть они идут на приступ Но они могут Взять нас измором Гульвер прав Мы все погибнем От цунги Встать Приказ Мы Тартарен Губернатор Порта Раскона Призываем население К спокойствию Браво Знаменитый Тартарен Всегда прав Странно Вы не чувствуете Запах дыма Да-да-да-да Мы прав Мы горим Капитаны Они зажгли блок Гаус Огненными стрелами Достопочтенные джентльмены Пламя так быстро разгорается И ни капли воды Что делать? Задавайте скорее мне ваши вопросы И принимайте меня в клуб Вы соображаете, барон Вопросы во время пожара А что особенно Я с детства всегда старался Создавать экзамены Во время землетрясений Наводнений И вообще в суматохе Встать Приказ номер два Мы Тартарен Давайте команду Капитан Тартарен Все кругом пылает Да-да Месе и медам Пока не загорелась книга Скорей за мной На страницу Триста тридцать первую На борт Томогаука Мы вовремя выбрались из этого романа Здравствуй, наша любимая библиотека Капитаны Хотя у меня обгорели усы И закоптился камзол Но я очень доволен нашим путешествием Мы убедились, что и сегодня есть на свете много интересного Клянусь северным сиянием Я убедился в том, что не только в Арктике Но и под тропиками есть малоисследованные страны Все, барон Вы изъявили желание ответить на вопросы, заданные вам в прошлый раз Пожалуйста Сейчас Одну минуту Я вот только достану из кармана свой дневник Я уронил письмо Не прикасайтесь к нему Это семейная тайна Простите, достопочтенный барон Я поднял письмо, просто желая оказать вам любезность Но позвольте, позвольте Оно адресовано клубу знаменитых капитанов И я протестую Нет, оглашаю письмо Сейчас Дорогой барон Мюнхгаузен Я решила помочь вам в затрудняющих вас вопросах Вы тайком прочитайте Запомните ответы И вам обеспечен прием в клуб знаменитых капитанов Ученица седьмого Б Гурфинкель Эмма Ай-яй-яй Ай-яй-яй, Эмма Неужели у вас в седьмом Б В седьмой женской школе города Вологда Есть свои Мюнхгаузены Которым надо подсказывать на уроках Ага, вы признаете, что это семейная традиция? Я сам постою за честь фамилии Мюнхгаузен Где ваши вопросы, загадки, ребусы? Пожалуйста Какое живое существо обладает тремя глазами? Я, потому что я всегда ношу с собой подзорную трубу А вот школьники Юрий Корнилов, Женя Борсков, Ким Лосев, Минси Тищенко и другие Пишут нам, что треглазое существо это ящерица, живущая в пустынях Средней Азии У нее на темене расположен третий добавочный глаз Ящерица эта постоянно лежит, зарывшись в песок А теменной глаз, выглядывая из-под песчаного слоя, пристально следит за небом Стоит появиться хищные птицы, ящерица глубоко уходит в песок В какой в точности стороне неба садится солнце? Ну, этот вопрос я еще не изучал, так как мое путешествие на солнце временно отложено Клянусь всеми льдами Арктики, ученик пятого класса Наумов Евгений изучил этот вопрос, не побывавший на солнце Дело в том, что вопреки обычному мнению, солнце садится на западе только два раза в году 21 марта и 21 сентября Летом оно закатывается на северо-западе, а зимой на юго-западе Я не могу принять на себя ответственности за такое странное поведение солнца А вот какая самая высокая гора в мире? Знаю, знаю, но не скажу Это одно из моих крупнейших открытий Я его сначала опубликую в печати, чтобы сохранить за собой первенство Достопочтенный барон, мы получили множество писем с правильным ответом Все школьники знают эту тайну Самая высокая гора в мире Эверест в Гималайх И высота ее 8882 метра Громадное заблуждение Это гора выше на целых 9 сантиметров Месье барон, вам придется продумать еще три вопроса Где находится самое жаркое место земли, так называемый полюс сноя? Где находится самое жаркое место земли, так называемый полюс сноя? Да, вы, конечно, знаете, где находится город Сан-Франциско Но известно ли вам, где протекает река Сан-Франциско? Куда впадает и какова ее длина? Где протекает река Сан-Франциско? Куда впадает и какова ее длина? А какая железнодорожная станция имеет не только имя, но и отчество? Я нахожу капитальный, что нам пора поменяться местами Давайте-ка я буду задавать вам вопросы, а вы отвечаете Например, такой вопрос Что может сделать самое обыкновенное? Ого, свистать всех наверх? По полкам, Месье и Медам, по полкам За окошком снова прокричал петух Фитилек пеньковый вздрогнул и потух Допивайте чашу в честь далеких стран До свидания вашу руку, капитан До свидания вашу руку, капитан Снова мы недвижно станем там и тут Вновь на полке книжной корышки блеснут Но клянемся честью всем, кто слушал нас Будем с вами вместе, мы еще не рад